Вега-сквадроны, вверх на пик! Последний пик для Вега. Кто же это может быть? Ранжевый сэкорд. Какой-то... Ну, да тот же аппарат был бы не так плох. Все еще. Мне кажется, Вич-доктор какой-то. Вич-доктор хорош. Скорее, Вич-доктор что-то нет. Ну, аппарат-то вроде... Опа! Аппарат вроде такой. Шарит все. Семе-о-о! Тут просто два хиллера таких. Хотят защититься от той самой триплы все-таки, может быть. Хотя это не защищает их от триплы, они все равно могут туда прийти. Очень плотные герои у Evo Geniuses. Ну, это пилорама. Или Тайтхантер. Другого не признаю. Тайтхантер не смотрится с героями DG. У них все активные герои с достаточно маленькими кулдаунами и Тайтхантер. Он их будет как бы замедлять. Он купит мляку все-таки. Нет, он их будет замедлять их действия по игре. Ну, мне так кажется. А Телас смотрится намного поувереннее. Потому что они каждый раз будут останавливаться. Говорят, так, у нас еще 120 секунд кулдаун 0-3. Давай постоим. Хотя там у Лина, Свена, Бейна, вообще все откатывается моментально. Это вообще никс. Ну, тоже герой, который не замедляет. Прямо, скажем, свою команду. Активно двигается и действует. Тоже рэбидж может дать такой своеобразный. Ну что же, начинается первая карта Evo Geniuses против Vega Squadron. Мы передаем слово нашим комментаторам. И будем смотреть за этим интереснейшим противостоянием. Добрый день, уважаемые зрители. С вами Мэйл Шторм и Адекват. И это первая игра плей-офф осеннего мейджора. Vega против Evil Geniuses. Все у нас готово к началу. И, безусловно, невероятно важный матч предстоит обеим коллективам. Крутейшее открытие мейн-ивента. Я считаю, такой матч-ап, такие две крутейшие команды. И особенно для СНГ-зрителей, я думаю, вы будете довольны. Устраивайтесь. Удобно, что сейчас будет происходить. Vega, EG, первая карта. Поехали. Да, маг начинает со своего стандартного телепорта на Hardlane. Но, я думаю, стоит нам поговорить сначала то, кто же на ком играет. Итак, играет на Слардаре, Сёма the Slayer в Operation. Соло играет на Таске, Ноуан на Queen of Pain. И Эмбер Спирит в исполнении Паши. Ну и Evil Genius, играющий за Dyer. Артизи будет у нас фармить на Свене. Питер Даггер, он же PPD, играет на Суппорт Дазлесу. Мейл Соло Митлина. Фир, Суппорт Бэй. Ну и Юниверс, конечно же, на Offlane Никсе будет исполнять. Так, и ребята отправляются у нас на руны какие-то, да? Ставить вардишки где-то. Ой, хороший варди стоит уже Evil Genius в Чужом Лесу. Хороший вижн дает. Посмотри, все персонажи Вега как на ладони. Да. В общем-то, в целом, все дефолтно у Веги. Вот опять же, Сёма играет на саппорте пятой позиции. В то время как Соло забрал себе более активного саппорта. На групповой стадии он играл больше на каких-то Night Stalker. Здесь, как мы видим, он довольно-таки много исполняет на различных врываторах, так называемых. Ну и у Evil Genius тоже все дефолтно. Сильный кор-герой для Сумаила и Артизи. Очень хороший инициатор для Юниверса. Ну и, опять же, не обходится без саппорта пятой позиции, на котором играет у нас PPD, который практически никакого фарма забирать не будет. Абсолютно нежадный герой. Постоянно будет сейвить. С ним определенные трудности должны быть у Вега. Ну, вот мне очень понравился в четвертой стадии пик Инж Топоришина. Или даже пятый был. В пятой, да. Да, в пятой. Вот он прям законтрил практически все возможные действия от eBay NAV в частности. И, в общем, даже от двух суппортов в целом от EG. Поэтому выбор, в принципе, получился очень-очень достойный. Ну, стадия лейдинга, как обычно, самая интересная часть первых минут игры. Что здесь будет происходить, пока мы видим противостояние Квапы и Лины, но не без поддержки, да. У нас здесь и суппорты B2SK рядышком находятся. Два на два в миде, как обычно. Но, хотелось бы отметить, что несколько разные... Ага. Пытается подчимить. А Мактас там вкачал. Немножко неприятно. Спринта не было. И нет, не убилитесь. У него очень много хила набрано. Посмотрите, целых две фласки. Да, на миде чуть подуспокоилась у нас вот эта вот дуэль. Но у Ана оставили одного. На нижней линии стоит Юниверс. Так вот, разница в пиках EG и Веги в том, что в то время, как у EG гораздо менее жадный оффлейнер, буквально на шестом. Никс уже может куда-то выходить, гангать, в то время как Слардару нужно зафармить Блинк. То же самое практически у Веги относительно кэри команды EG. Вега, нафармив седьмой левел на Ember Spirit, может уже начинать какие-то активности. В то время как Артизи, скорее всего, будет фармить Блинк. Да, действительно, согласен с тобой полностью, что Свену нужно больше фарма, нежели Ember Spirit. Ну вот, по сути, по Слардару, если опять же посмотреть опыт предыдущих игр, особенно опыт игр с групповой стадией, то там они не такие пассивные. Видели мы Слардару со второго левела, которые там даже с одним сапогом начинают забегать в мид, куча активности, куча экшена. Особенно вот в таких линиях, где Слардару не дают абсолютно ничего. Особо даже экспириенсы сильно не получают. Да, лучший пример здесь игра Сикретов против LGD, где Слардару было все очень плохо, он просто пошел с Ченом как крип гангать, и... Ну, вы помните все, чем это закончилось. О, это сумасшедшая была игра, конечно, с этим. Тяжко приходится Ноуану на миде, у него до сих пор один крип, в то время как у Сумаила 11, Фир здесь не дает вообще покоя, причем Соло ничем не может помочь. Тасик обладает неплохими статами, но Бэйн всяко посильнее. Плюс ко всему Бэйн еще и рейндж-герой, поэтому здесь Ноуану приходится терпеть. Да, и как мы видим, приходится ему довольно-таки тяжко. Но свои плюсы в этом есть. Плюсы в том, что он один забирает внимание целых двух героев. Да, есть в этом плюс. Единственное, что, конечно, Соло мог бы создать спейс какой-то для команды своей, для керри-героя, для мидера в том числе тоже. Но Соло уже не единожды пробегает по одному обсерверу в чужом лесу, и все передвижения Тускара ребята из Вилджиниусос видят. И, ну, полезности пока от Тускар как таковой нет. Он там немножко экспы подворовал, тут экспы подворовал, тяжело. Летит Operation. Фир оказывается в ловушке. Фир может отсюда не уйти. Подходит Таск. Это шанс забрать First Blood. Здесь же Лина дает стан. Попадает по Ноуану. У Ноуана очень мало хп. Но Лина тоже встревает. Тускар накатывается на нее. Все еще стоят шарды. Должны забирать здесь Сумаила. Последняя тычка. И Тавр добивает Сумаила. Хорошо. 2-0. Поймали на агрессии Вега своего оппонента. Слишком далеко зашел Бэйн. Понятно, конечно, что хочется оградить Квапо от получения экспириенс, но не настолько же, чтобы заходить прям по Тавр. Ну, Бэйн еще полбеды. Зачем пошел туда Сумаил, непонятно. Стата от нашего статсмена. Ну вот да, заготовочки, как мы видим. Какие-то к плей-оффу показывают команды. И, в общем-то, в этом нет ничего удивительного. Хороший тимплей от Веги. Очень важное начало для них. Теперь все преимущество, которое Лина наработала на лайне с Квапой, оно несколько нивелируется. Но все равно пока что отрыв большой. Ну да, то есть сам-то Ноубан, по сути дела, только принял участие в одном ассисте. И киллов не делал. И по-прежнему крипсат у него ужасный. Такая легкая одушина получилась за счет того, что они два фрага сделали. Но, в целом, Сумаил все равно держится получше. Не крути. Ну, здесь Солыч должен наводить агрессию вначале. Не получается, не получается. По борду бегает, никак не может зайти за спину к оффлейнеру в миде. Единственное, что на ошибке противника разок поймали. И пытается, опять же, Соло как-то курсировать с мид-линии на нижней. Я думаю, пока ничего страшного. Он делает это осознанно. Как раз-таки получает левел, зарабатывает фарм. И чуть попозже наверняка он подключится. И будет в этом определенный итог. Queen of Pain левел свой еще дадут возможность получить. В этом я абсолютно уверен. Ну, во всяком случае, пока что более-менее. Ну да, смотрю я на мага. Очень-очень-очень тяжелая у него ситуация. Не хватает на сапог. Ни одного крипа так и не смог еще до сих пор убить. Неприятно, очень неприятно. Даже вот нейтралы друг с другом сражаются. Казалось бы, вот здесь можно бы что-то злосхитить, но не получается у мага. Накопил, правда, деньги на сапог. Что уже плюс. Ускоряет селение Мартизио. Варкрайстан выдают магу очень больно. Есть бой за тач. И ладно, крипы съедает нейтральный сатир. Не простил. Он, скорее всего, в этой ситуации даже просто спас вегу. Потому что килл не достался его джиниусу. Какой же тут жесткий сатир. Тем временем Никса цепляет Ember Spirit и убивает. Ну вот она та самая активность от Паши, которая уже начинает набирать обороты. Пятый левел Ember Spirit. Да, нейтральные крипы на стороне веги явно в этом матче. Круто получилось. А знаешь, что удивительно? Удивительно то, что на оффлейне Никс на третьем уровне прокачки не вкачал Карапасе. От возможных каких-то заходов от феги на него. То есть такового, да, эскейпа нет. И если на него какая-то агрессия идет, он единственное, что может подтянуться станом. Ну, в любом случае, Searing Chains тебя особо не поможет против Searing Chains Карапас. Как и против Сноубола, как и против Шардов. Поэтому, ну, посмотрим. Может быть, какой-то есть свой план у Юниверса. Но я соглашусь, что здесь было бы неплохо увидеть хотя бы в единицу этот Карапасик. Потому что... История Костоли... А clearing псих. . Продолжение следует... 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 Мы поставили вот здесь вард и вот здесь вард. Об этих вардах соперник не знает, скорее всего, и, ну, по-другому поставить туда варды было практически нереально. То есть какой-то плюс они, конечно, извлекли. Да, было бы здорово кого-то найти, но не получилось. Вот сейчас, конечно, вот такого варда, как раз-таки вот самый важный вард, который поставили Вега, это вот здесь на подходе к Эншентам. И знают прекрасно, где находится оппонент, поэтому Паша врывается, чинами сцепляет Артизи, Артизи очень больно, Соник Вейф туда залетает, отпешатся до спасения, Фира дальше может убивать, Фир дал слип, не страшно, Мак цепляет станом, у Фира большие проблемы, Фир, Фир, Фир тоже погибает, даблкил от Паши. Соло прячет в сноубол, Опарейшн успевает зацепить Сумаила, Опарейшн погибает, но Сумаил, Сожа, великолепная игра от Алексея Березина. В итоге 3 в 1. И вот как после этого сказать, что вард, ну, что вот этот выход с макак был не очень полезным, да, хотя действительно никого не нашли, но вард, как ты заметил, слишком много информации дал. Да, да, Свен прошел, и бегов все прочитали, все просто-напросто увидели, феноменально ворвались, всех здесь растерзали, и самое главное, конечно, то, что они забирали здесь эншентов, да. Кстати говоря, всех забрать они не смогли, пока не хватает урона и побоялись, потому что респаун у ЕГ уже прошел у героев части, и они могут вернуться. Не нужно жадничать, вы забрали только что двух важнейших коров, еще и саппорта, потеряли саппорта пятой позиции, при этом еще и забрали стаки. Ну, как мы видим, кстати, ЕГ чуть-чуть вперед вышли за это время. Ой, подставляет в ППД, а из Шард сдали, пытается обойти Пласса. Ну, там уже пошло с ФТП, хотя... Ну, тут Шелла Грей, подальше что? Там, под эффектом Майс Бласса, находишься в Питер Даггер, и погибает он. Ну, так скажем, создал спейс немножко для Свена, который пытался себе Тавр забрать, не смог, Маг сюда пришел, Тавр, скорее всего, будет просто-напросто добит. А с этой линии Маг сейчас вынесет себе блин. Магу сейчас нужно аккуратнее сыграть. Вот уже подходит Свен, хорошо, добил Тавр, нужно отходить. Да, рядом со Свеном стоит Бэйн. Бэйну пока что не очень просто в этой игре. Если сейчас упадет Тавр снизу, у Мага будет блин. И вот с блинком можно поинтереснее поиграть. Да, с блинком, конечно, инициирующий вставляющий поднимется в разы у Вега-Сквадрон, бесспорно. Вообще, если посмотреть по двум, например, таким активным персонажам с мид-линии, да, вот Сафа, насколько она серьезно была загноблена. У нее был очень тяжелый старт по крипам, там, Бэйн гнобил и так далее. Но вот мы сейчас видим КДА двух мидеров и понимаем, что Ноу-Ван просто крайне полезный персонаж. Не зря все-таки вот в статистике после групповой стадии было сказано о том, что Клопа это топовый дэмэдж-дилер по героям противника и в любых практически играх, что Клопа себя здесь реализовывает на все 100%. Вчера только обсуждали проблему того, что у многих команд из СНГ нету Эмберспирита. И в современной мете это большая проблема. Эмберспирит именно на первой позиции. Ну вот, собственно, посмотрите на КДА Паши и поймите, почему это огромная проблема. Слишком этот герой хорош, слишком много у него плюсов. И как мы видим, это вообще основной, один из основных героев команды Вега. 5-0-4. Также хочется отметить, что в данный момент Вега имеют нереальную силу. У них Мека на таске, у них БКБ на Квапе. И, в общем-то, это два ключевых артефакта, с которыми можно выходить и сейчас пытаться... А, и Блинк на Слардаре. Три ключевых артефакта. Да, да там еще Эмбер сейчас БФ дофармит, осталось только 700 монет. Вообще, все верно, все верно. Если мы посмотрим на этом билд ЕГЭ, то увидим только Синджин Яшу, Блинк и Йоу. Они отстают. БКБ нет на линии еще пока что. И накатываются в СВНа. Запирают его. Соло здесь один. Нет, Паша подходит. Карапас и Квиннов Бэйн запрыгивает в двоих. Погибает. Очень битый юниверс, не может драться. Реализация Блэк Кинг Бара уже проведена. Пытаются отрезать Лину, нет, не удается это сделать. И догнали. Хороший опыт получился. Никак не могут засейвить тиммейты ЕГЭ своих кор-героев. И это проблема. Это тот контр-пик и инштопоры, что он реально сейчас очень решает. Казалось бы, шелогры, казалось бы, должны быть какие-то подхилы. Вот все то, как работает, например, с Кускаром, да, связка со СВНом. А здесь Даттл просто выпадает. Он ничего не может. А из Баста, если залетел, все, это смерть. Точно, 100%. Так, и пошел смог от ЕГЭ. Но нужно, нужно сейчас давить ЕГЭ, пока есть шанс. Потому что, как мы видим, у Веги все, там Квапа прыгает уже со включенным БКБ. Все идет по плану. И даже немного видно по этому смоку, насколько потеряны ЕГЭ. Они заюзали смог в тот момент, когда у них линия нижняя запушилась. И не могут никого из-за этого загангать. Да и, в принципе, в смоке у нас Супергангер, Даззл, Бэйн и вместе с Никсом. Ну да. Это непростая ситуация у ЕГЭ. Но вообще, по опыту групповой стадии, можно сказать о том, что ЕГЭ у нас все-таки любители первую карту заливать. Во всех двух своих матчах они так и сделали, в общем-то, из двух возможных. Поэтому пока, в принципе, удивляться не самому хорошему старту ЕГЭ не приходится. Играют четко при этом еще и ребята из Vega Squadron. Стоит отметить, все у них получается. Любой врыв, любая драка награждается путем снесения противника, убийства, зарабатывания денег и так далее. Сейчас еще бы какую-то драку, Рошана, купить гем и, ну, это уже практически выигранная игра, если не допускать ошибок. Ну, во всяком случае, преимущество большое будет. Нужно сделать еще один какой-то хороший выход. Хотелось бы, да. Особенно не хочется отдавать сейчас такой фарм Свену, Линни. Они там чуть-чуть свое набирают. Потому что тут я вижу Огарклапу, Артизия. Понимаешь, это будет БКБ. Лина там до БКБ немного осталась. Ну, просто будет тяжелее с нюков забирать этих ребят. И вот хочется, чтобы сейчас Vega дожали. Уже заставили противника там зажаться на базе, написать ВГ. Вот, возможно, Vega сейчас пойдет. БФ появился у Эмбер Спирита. Конечно, лучше с Кристаллисом. Но и так тоже будет неплохо. Может быть, смог. Может быть, действительно, ранний гем. Это очень хорошее решение. Это очень грамотный был бы мув. Раздевард всю карту, пойти и защемить противника на их базе. То есть, вот что-то такое интересное, Vega, что должны придумать. Ну, у ЕГ пока легкие проблемы. Вот как раз-таки Vega пошли в смоках, поставили варды. ЕГ поставили варды очень аккуратно. Часть из них нашли, часть из них повезло не нашли. Но нету ни одного глубокого варда. Соло опять байтит. Делает вид, что он один. И, в общем-то, могут уже поверить по тому, как это было в прошлый раз. Хотя в прошлый раз-то, да, там подтянулась команда вся слишком быстро. Заходят. Но очень аккуратно надо быть. Опять ставятся варды в смоке. Поэтому ЕГ очень опытные стали за эти 22 минуты игры. Любая драка, которая проходила, вега были просто пятером. Надеяться на то, что там где-то один герой загуляет. Ну, афир подставляется. Афир подставляется, нужно мочить. Мочи. Раз, свал, распунчились. Дизейба просто не выпустили, растерзали. Паша уже unstoppable. БКБ немножечко так слишком саевого сыграл. Но вам, пожалуйста, на БКБ. Очень саевого играют. Да, они не рассчитывали, что... Ну, это действительно было странно, то, что ЕГ оказались здесь всего лишь одним бойном. По-хорошему, это должна была быть драка 5 на 5 в ужасной позиции для веги. Поэтому БКБ нажалось сразу. Ну, так вот, ноуан у нас не жалеет БКБшку. Ну, в принципе, и правильно. Сносят вышку. Вот тут самая вышка, тот самый фраг. И можно теперь попробовать на Рошана как-то выходить. Аккуратненько, конечно. Ну да, снизу там уже не засейвит. Глик был проюзан. ТПш нет. Рошан по-прежнему стоит. И смоки. Смоки очередные. Смоки от вега Складрон. Их было заюзано уже огромное количество. Так, что Соло сейчас пытается заспейсить. Ну, как сказать. Юниверс влетел, подкопал, заманабернил. Нужно подцепить на Юл. Сумайл на Юл цепляет. Ну, здесь без шансов. Для Соло Сумайл хороший. Сноу-бол. Хотел бы я сказать, но нет. Врывается Соло. Ну, никто его не отпустит, конечно. Слишком много героев. Но сколько же времени он выигрывает для своей команды. До сих пор жив Соло. Секунд 20 его убивали, наверное. Тут такая жесткая борьба была. И тут же выходит на Рошана. Сразу оперейшн. Вот очень неудачное место для Веги. Вега моментальная реакция. Видели? Бах. Накрыло. Четырех героев. Все. Рошана не забрать. Байбэк тут же от Таска пытается зацепить. Мак. Ай-яй-яй. Забыл провязать блинг. Запрыгивает. Ноу-ан. Раскастовывается в БКБ. Ничего не сделать. Отходит Артизи. Нужно цеплять. Нужно цеплять. Цепляет на этот раз Мак. Не ошибается. Второй раз. Амбис Перец заходит. Но у Сумаила есть БКБ. Сумаила есть БКБ. Но Артизи минус. Хорошо. Ноу-ан живой. Сумаила уходит на ТП. Не дали ничего сделать. Здесь Дазлу. Да. И сцепили еще Фира. Фира будут убивать. Очередной стан от Мака. Амплифай. Это тоже минус. Даблкил делают ребята из Вега-эскадрон. Беспощадно. Вега. Как только увидели, что враг заходит на Рошана. Сразу же наказывают. И теперь могут забрать его сами. Должны. Должны попробовать. Да. У меня есть порядка 30 секунд. Дэмэджу хватит. Конечно хватит. Вот Маковским амплифай дэмэджем. Должно быть все окей. Еще и висит Сигиль, который мешает Рошану бить. Ну хватит. Тут просто даже без героев на дэмэдж. Очень хороший урон за счет амплифая. Да. И Аегис. Аегис достается у нас товарища Паша. Который врывается. Фактически самым первым куда-либо. Паша все правильно забирает. У него Unstoppable. И за него дадут очень много золота. И тут же покупается гем. Но Вега пока что идут к победе Вега. Идут очень уверенно. Вообще практически пока не оставляет никаких шансов ЕГЭ. Стоит отметить, что ЕГЭ были несколько пассивные в начале ИГВИДа. И в мидгейме тоже. Но они вот уступают пока вторым номером. Все надеются на то, что при покупке своих БКБшек как-то смогут хорошо провести файт. Но пока, конечно, им очень тяжело. Порядка 4000 монет выигрывают у нас ребята из Вега. Вега Сквадрон по экспириенциям того поля. Есть Аегис. Доминация налицо. Опыт последних драк показывает нам, что Вега смотрится лучше. Все, что остается в Вега, сейчас дожимать противника. Есть еще два внешних Тир-2 Тавара. Надо их потихонечку усмотреть. Вардов, конечно, очень много куплено. Там СН-3 стоят везде. И обсерверы. И самое, наверное, приятное то, что... Ну вот, правильность решений, которые Вега принимают. Нужно расслабляться еще рано. Слишком маленькое преимущество в любом случае нужно закончить. Да, Никсу невероятно тяжело. Юниверс 2-1-2. И столько СН-3-ков, что куда бы он ни вышел, ему везде плохо. Ну да, сейчас еще и гем появился. Вообще не нападешь внезапно. Элемент внезапности был уже потерян. Кем? Наверное, на Уану, да? Нет, Соло чем. Я бы находился соло, там, пускаре. Ну, соло... Соло, да. Сносят вышку и идут дальше. Они на аграун будут подниматься? Ничего себе! Надо стянуть врага, потому что сейчас ЕГЭ слишком нагло действует. Они сплитят. И правильно все делают. Скорее всего, даже не будут здесь драться. Во всяком случае, это слишком тяжело. На данной стадии. Фортификейшн минус. Видят, что враги пришли. Видят, что врагов много. Фисты великолепные. Заходят. Кидает опарейшн свой. Пашу попадает под ультимейт. Пашу пытаются пробить. Но Паша-то с Аегисом. Сумаил вынужден юзать БКБ. Юниверс умирает от ульта опарейшн. Они просто прячутся на базу. Они не могут драться. Они сейчас переждали. Конечно, БКБшку от ноу-вана. Может быть, сейчас второй волной атаки пойдут. Но без нихся будет очень-очень тяжело. Пока откидывает Айшардами у нас товарищ соло. Паша просто загрызает таву. Артизи выходит. Дает стан по Паше. Варкрай дал. Но без продолжения. С продолжением от магового врубает. То есть там по Артизи. Но вон туда. Есть станчик от Лины. Она не попадает. Артизи страдает. Шелокрейф ранний на него. Солнар ворота получал очень много дэмэджа. Он погибает. Но Артизи должны будут убивать. Артизи попадает наверно. Дальше можно ППД. Но Ван не решился. Стан от Лины очередный. Лина пока без Лагуна Блэйд. Не может поразить ноу-вана. И в итоге просто сносит. Сейчас Тер-3. Попытается пробить барак. Немножко побили милишный. Нужно уходить в гем. Гема сохранили и отступили. Ну красавцы. Да. И этот заход получился крайне шикарным. Теряли только одного героя. За то сколько всего сделали. И противника поубивали. И Тер-3 Тавр снесли. Гем сохранили. И все круто. А Егис реализован. Действительно. Опять в очередной раз. Паша очень классно начал эту драку. Сам того не желая. На него напал Никс. Но фисты Эмбер Спирита побеждают. Уже становятся очень жесткими они. Потому что Кристалис есть у Паши. Конечно же незамедлительно пойдет в покупку до Италуса. И урон будет намного-намного жестче. Ну и вот по такому же плану. В принципе у Веги есть два варианта. Пойти попробовать снести нижний барак. А можно пробовать Сирд-2 на топе убрать. Конечно же лучше иногда попользоваться еще и смоками. То есть кого-то убрать. Нового героя выключить из потенциального замеса. И уже на халяву что-то нанести. Крайне тяжелая игра для ППД. Квин оф Пейн купила себе Сайланс. И он пока что ответить вообще ничем не может. Ну да и в принципе Даззлу тяжело против таких артефактов. В итоге он вынужден стоять слишком далеко. И не всегда успевает накинуть этот Грейв. А учитывая что есть еще и Апарэйшн. Не всегда этот Грейв в принципе нужен. Да тогда Даззл стал бесполезным. На стадии пика уже по сути дела. Стоят хорошие варды. Маг. Нет ничего здесь не будет. Маладин там далековатый его тиммейт находились. Не стал нападать. Ну вот там. Решили все-таки забрать Тир-2. Сомневаюсь что прямо сейчас они пойдут на хайграунд. Потому что нет смысла войнать другую линию. Когда пострадала немножечко нижняя. Там голые бараки. Тут задача снести Тир-2. Опять же все возможные варды уничтожить. И тут зажать противника на базе. Ну и потом с появлением следующего Якиса. Я думаю можно будет пытаться игру заканчивать. Ну да. Тир-2 снесли. Тир-2. И вниз. Так. Ныряет Ноу-1. Пытается вступить к ППД. ППД поставил обсервер. Причем довольно палевно он сейчас его поставил. Прям видно было его телодвижение. Потом как он сразу резко разогнулся. Его по-моему в принципе не было видно. То есть из-за того что была ночь. Тут потому что если бы увидел Ноу-1. Мог попробовать наказать как-то. Ну что-то страйком там не доставал. Он пошел куда-то больше к лесу. Ну в любом случае хоть какой-то вард поставили. А то что-то у ЕГ после покупки гема все очень чайно. Вот их вижен. По сути если не этот вард то они вообще ничего не видят. А еще вот есть сверху. Но он заканчивается. Через 8 секунд. С виженом действительно есть трудности. Не торопится особо. Экосквадрон пока пользуется фармом практически на всех участках карты. И вот Юниверс. Единственная возможность подцепить на Ван. А вот он сейчас казалось бы один. Ну хватит ли у вас прокат на свести 1200 хп и бкб? Одного нет конечно. И Юниверс страдает вообще невероятно жестко. Потому что у команды. Не идет игра. Нету никаких хороших выходов. Вот посмотреть на мага. Казалось бы не так много сделал он. Уж точно не в соло. Он где-то кого-то цеплял там когда начинались драки. Но он чувствует себя полезным. Юниверс себя полезным не чувствует вообще. Ему только не знаю бегать ставить варды. И то это слишком рискованно. Так Никс особо-то не играет никогда второй ролью. На второй позиции. То есть он никогда не любит быть защитником. Он любит быть нападателем. Когда у вас команда страдает. Начиная с early game и там продолжая все на mid game. То Юниверс действительно он такой жучара. Который бегает в нб. Важнейший момент. А там же гем. А гем-то отдали уже. Гему соло. Так. Сумаил. БКБ прожал. Рассказ. Вынши пары, что моментально слили на Артизи. На Артизи нападает. Артизи есть. БКБ он только недавно ее купил. Дальше. Дальше Юл поднимает себя. Сумаил не попадает под стан. Разобрали теоретиям Никса. Разобрали Бэйна. Рассказ. Лагуна Блэйд. Мага. Маг. Маг умирает тоже. Это минус 2. Байбек от Бэйна. Артизи продолжает свое движение. Продвижение пытается кого-то поймать. Чирные. Хорошие чирные от Паши. Но Ван. Подставляется под стан. На Пашу. Рассказ. Паша как же страдает. Ой, ладно. Эскейпу не было. Теряет стрик. Ой-ой-ой. Как же здесь плохо подрались Вега. Маг после байбека врывается. Минус Сумаил. Артизи остается Магу. Нужно бежать. Варвел с Панчо. Артизи проблемы. Но есть Грейв. И скорее всего минус Соло. Да. Минус Соло теряет гемы. Это отличная драка от ЕГ. Да. Тут как-то что-то Вега не ожидали такого нападения жесткого. Не ожидали покупки БКБ от Свена. Потому что включил он невзапно. И ребята из Вега не смогли его запусить. Вега очень круто подрались. Они. Другой вопрос в том, что они вообще не должны были драться. У Operation не успел выдать в этой драке ничего. Вообще. То есть он погиб. Вот посмотрите. Его табличка пуста. Абсолютно. Ну то он первым встрял. Слардар вообще сделал победу. Это ужасная драка для Вега получилась. С той номинацией, которая у них была с предыдущими замесами. Которые они выигрывали. Это такая драка, которая фактически может сейчас перевернуть экономику. В целом ненужная. Согласен. Потеряли гем плохо. Но подрались при этом. Учитывая, что они дрались без аппарата. Более-менее. Главное сейчас не продолжить. Фит. Ноуан. Но пока что... Один универс, он ждет, когда тиммейты потянутся. Вот Бэн идет рядышком. Ну, папа. Все читает. Все понимает. Бежать, бежать, бежать. Много денег у Ноуана. Четыре с половиной тысячи. Ноуан пока что играет надежно. Да, очень много золота. Интересно, что будет покупать в такой ситуации. Может быть, какая-то кираса зайдет. Ну, потому что пока БКБшки и тяжеловато. Ну да, увеличить урон еще из Амплифая. Добавить минус броню на противнику. Добавить броню себе. Как вариант. Узнаем, что папа, в принципе, в такие айтем-билды периодически выходит в понадобности. Паша Дейдалус. Готов уже, несмотря на смерть, несмотря на потерю стрика. Накопил на свой важнейший айтем. Да, я Паша. Я имею Дейдалус. И сейчас пойдут куда-то в смоках, видимо. Так, а что у нас по Гему? Кому его дали? Юниверсу. Ну вот, да, Гема это, конечно, самое неприятное. А мы Аганиму Лины. Раскачавался, раскачавался. Смаил. Ну, в целом, ЕГ не проседали по фарму. Они проигрывали драки, да. Но по фарму более-менее. Отстают еще серьезно. Но вот сейчас со СВНом, с БКБ, с Блинком. Владмир на Дазли, Аганим на Лине, есть Гем. Будет играть в разы тяжелее. Очень хороший буст получили ребята из ЕГ после предыдущей драки. Сразу такие крутые артефакты появляются. Ну, надо выигрывать следующий файт на Рошане каким-то образом. Может быть, даже этого файта не будет, если удастся хороший смок атаку провести. Но до появления Рошана, думаю, драк никаких здесь не должно быть. Скорее всего, ни те, ни другие не пойдут вот прямо так нагло, если не будет каких-то предпосылок. Потому что, с одной стороны, есть СВН, который в Рошпите там резвится знатно. С другой стороны, есть Опарейшн, ну, против которого тоже особо не зайдешь. Да, и под Опарейшн там Эквапа и так далее, и Фисты будут летать. Действительно, в узкий проход ни той другой команде невыгодно заходить без предварительного Канка. Хорошая стата, то, что Эмбер все-таки у нас имеет побольше возможностей. Но здесь легко объяснить. СВН все-таки не очень мобилен. Да, если он добирается до Эмбера, то Эмбера, как правило, в труху стирает. Но попробуй доберись. Получилось пока что один раз за всю игру. Да, Кираса на Квапе. Кираса появилась. Но это лучший артефакт. Здесь пока еще БКБшки есть, чтобы усилить именно свой физический урон. Байбеков вообще нет ни у кого. Все закупаются на полную, никто ничего не оставляет. Ну, не такая стадия игры, где еще байбеки этим нужны так сильно. Я думаю, что если драка будет на Рошане, то они не особо и помогут. Байбекаются, там, байбекался Бэйн, байбекался Слардар, вернешься, столько всего уже проходит, что тяжело. У Веги хорошие варды, они сейчас видят, что врага нигде нет. Юниверс наступает на центре. Это может быть ошибкой. Видят ли его? Ну, как-то БК. Это и он видит наверх. Да, врывается Маку. Хорошо, делает все у нас товарищ Юниверс. Играет Артизи. Есть Сноамбол. Спасают Мака на развороте. Включают Клопа. Ультимет никуда практически залетает. Там пока Бетсумаил, он будет задержаться. Ноуман, лагуна плейд. Ай-яй-яй, ноуман, какая ошибка. Вот, минус три уже от Вега Сквадрон. Падают ребята из Вега. Кто выжил, просто давят на пятки, уходят на базу. Отвратительный замес. Инициировали, казались бы, сами, но так неудачно. Они зацепили Никса, после чего отличная реакция от Артизи. Сразу ворвался. Зацепили Пашу, зацепили Ноуана, который тоже залетел в БКБшке. И, честно говоря, ворвался он так, что... Да у него Суниквей практически никуда ушел. Там зацепил краешком ППД и все. Это был отвратительный врыв. И Финс Грипп, который моментально был вкастован на Вембер Спирит, вообще ничего не дал сделать. Вот это драка. Здесь ЕГ уже выиграли очень много. Все, да. Единственный плюс, что все-таки БКБ потихонечку заканчивается. Это, конечно, плюс для команды Вега. Потому что в БКБ пока что делать абсолютно нечего. Приходится как-то кайтить. Вот это беда. Доминировали-доминировали первые 25 минут, а потом что-то пошло не так. Сейчас ЕГ, конечно, будут на серьезном подъеме. До стадии, когда ЕГ насобирали прям вот перед дракой кучу различных артов. Но ничего, здесь... Здесь, конечно, Веге нужно начинать первой. И чтобы Апарэйшн кидал хороший ультимейт, очень важно. Но сейчас, да, сейчас придется потерпеть. Да, тут уже нужно подумать о том, чтобы покупать какие-то Ликенсферы, Латусорбы. Нужна БКБшка на маге. Ну, потому что ты уже начинаешь чувствовать эти вот станы, вот эти дизейблы сквозь БКБ, например, от Бейна. То есть надо уже какие-то защитные айтемы приобретать в Вегаспадрон. Вы уже не доминируете, вам уже в замесах очень больно и плохо. Да, и, видимо, конечно, сейчас немножечко у нас на карте приоритет меняется. А не то ли у другой команды. Сейчас уже больше ставить вот в ЕГЭ. Нужно немножко аккуратнее играть в Ноуану. Все-таки у врага есть сплы пробивающие БКБ. Да, у тебя есть БКБшка, тебя не застанет. Но Финсгрипп и прочие дела. Лагуна, вот в том, за месяц не делал по Ноуану. Ну, вот у него 1500 хп, а половину практически сносит. С агонимом там Лина. Левел 19 уже. Ну, главное сейчас морально держаться, потому что ничего прямо уж ужасного не произошло. Да, ЕГЭ сейчас доминирует, но играть можно вполне. Хорошая статистика опять по поводу винрейта с Даззла в этом патче, с Владмиром. Ну, сильный артефакт, дает много урона. Команду собрал, все здорово. Ну, вот купили Вега Кирасу, атакующий потенциал этой Кирасы, он нейтрализуется Владмиром, который стоит в два раза меньше. То есть вот эти минус 5 армора, они не заходят. Да и вообще с минус армором тяжеловато здесь Веге, потому что Свен дает крик на плюс 20. Да, Свен один Варкрай дал просто и все. Амплифай, не амплифай, там не имеет особого значения. Сильного преимущества там амплифай уже не даст. Нужны какие-то форстафы, эскейп, обилочки. Да, линке, линка, элементарно нажала линка. Навешает амберспирита. Либо он сам ее себе будет собирать, либо скажет, что кто-то из тиммейтов собрал. Потому что иначе, как амберспириту за месяц входить, я не знаю. Он просто будет подставляться под любой дизейбл, под любой стан и умирать. Сейчас уже 1700 хп, полторы тысячи хп у него с потеной агилити, это не проблема абсолютно. Поймать парочку ударов от Свена, Лина Лагуна Блейд там может дать. И привет. Юниверс фармит Аганим, видимо, что забегает он с гемом, чистит ворды. Но у Веги хороший обсервер ворды, который даже с гемом не зачистить так просто, их просто не спалить. Поэтому все-таки немножко они видят. И пока что, ну, умудряются фармить довольно много, невзирая на то, что у соперника имеется Аегис. Ну да, и особо-то не давят Лега, не видно прям, чтобы они хотят свести что-то. Аккуратно, аккуратно выходят. Ой, вот это сейчас опасный момент. Ну нет, не вышли. Поставили обсервер свой. Так. Сумейл с Аегисом не забываем. Есть плейдмейл, сливает пачку крипов. Ну и здесь спалили. Спалили Соло, кстати говоря, который бегает по чужому лесу. Тут Паша, но Паша взял им весь. И движение от ЕГ в сторону своей базы, чтобы поймать кого-то, там ТПшечки. Ну пока удается кайтить. Хорошо играет в ЕГА с квадром, в том плане, что сплитит. Аккуратненько перебегает в стороны в сторону и выйдет все возможные начинания ЕГЭ. Сдают себе сами спейс. Ну, держится. Пока самая главная задача это не подраться, пока у противника есть Аегис. То есть просто переждать. Переждать не просто ять на базе, а фармить. Получается знатно. Они даже по фарму не проседают. ЕГЭ получается так, что бегают и ничего не делают. Правда, вот сейчас хорошо сыграл Артизи, он зафармил вражеский лес. Это похоже на то, что вот ребята не поверили тому, что к нему привалило такое преимущество. А мы выигрываем? Ничего себе. А что с этим делать? Аккуратненько стараются играть, не рисковать. Тоже понимают, что они с таким трудом сидели, терпели. Ну, если говорить о сильных командах именно европейских, не СНГ, не Китай, то, конечно, вот этого не отнять ни у Сикретов, ни у ЕГЭ. Как они классно иногда терпят, и как против них тяжело, вот именно даже имея преимущество, куда-то выйти. Ну, надо. Так, Фир заходит. Ой-ой-ой, момент. На момент блинка поймали, подкопал, БКБ, нет. И Соло дал Айшардс, есть Мека Глимеркейп, сразу же подсейвили. Что-то какой-то жесткий Соло там, Айшардс так перегородил. И Нуану теперь надо... Так, надо уходить Нуану. Нуан. БКБ. АТП-шка в откате. Ой-ой-ой. Но есть Юл. Лол! Сила дабл-клика нас спасет. Ну, теперь знатно время не выиграл. Нуан наверху, но в этот момент никаким образом не развеет. Папа, смотри, что ты делаешь, просто грызет бараки, там уже крипов огромная куча. Неплохо так ранжевой немножко подбил и возвращается Майл вместе с АППД. Какая же вот в этом плане синергия есть у Веги? Вот встрял Нуан, вот момент тупейший. Ты без ТП встреваешь, и если бы Лина не подняла себя, то все плохо. Но в этот момент Паша, видя, что все пошли за Линой, идет разменивать, ну, хоть что-то. Сплитит пока очень здорово. И опять за Нуаном выехали, и опять он стянул всех. Куча времени тратит на него. В этот момент Аегис уже закончился. Да, есть ощущение, что ЕГЭ не особо понимает, как против Сплита играть, и что нужно делать. Потому что вот эта вот беготня за кор-героями Лего Сквадрон, она выглядит очень фаново. Ну, с другой стороны... Тяжко играть. С другой стороны, может быть, просто ждут еще каких-то дополнительных айтемов, просто посмотреть. Кираса уже у Свена появилась, это здорово. Аегис пропал, конечно, но у Сумаила... Аегис был у Сумаила, извиняюсь, но в любом случае, да, он закончился. Сумаила сейчас еще и денег очень много, то есть сейчас он докупит себе еще один артепакт. И смог. Вот он смог, пошел. Графики в нулях. Знают, знают, где находится Вега. Ворды стоят очень хорошие, и сейчас Веге просто нужно опять отходить. Они не готовы драться, и они отходят. Но Вангл лишь бы не встрял, что бегает. Опять ТПшка в откате. Шива. От Лины. Ну вот, чтобы чекать всякие леса. Так, видят Мага. Удар. Ну а с подкопа начать Юниверс нет? Да нет. Маг, подожди, Маноберник. Маг на спринте. Сейчас Блинк откатится, он просто уйдет на ТПЛ. Да? Ну, Юниверс, ну что это за удар с Виндетты? Да. Здесь это был единственный шанс кого-то зацепить за последние пять минут. Причем, ну, Маг не супер важный герой. Хотя, конечно, без него было бы тяжело. И можно было бы хоть на что-то развести. И в итоге, пока там все гонялись за Магом, так, сейчас у Паши тяжелая ситуация, может быть. Ты прикинь, насколько у Мага стальные, что называется, кругляши, да? Что он даже БКБ не прожал, когда знал, что он у него пятером выходит. Ну, они рискуют и разводят. Вот все, что делают сейчас в Вега. Они понимают, так, Сумаил, видят Сумаила. Маг специально играется перед ним, как морковка перед Осликом. Светится. Так, Нуан сбивает Вард. Здесь же у нас Сума в Инвизе даже, боже мой. Вот смок, ответный смок от Вега с квадром. Неужели решат загангать и убить? Давайте посмотрим, насколько хорошо играют кошки-мышки ребята из ЕГЭ. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все убегают. Вот этого парня. Да, мышонка. В синих тренировочных штанах. Не, убегает. Шарит. Прочитали. Ну, слишком много Вардов, да. И Вега тоже понимает, что об этом были в курсе враги. Аккуратненько уходят. Ну, да какие же Майнгеймс, а? Хорошие Майнгеймсы. Вега пока что на уровне. Но вот сейчас могут затерпеть. Соло в смоках. Спалился. Уходит в Глимер. Есть блин. До конца опять подождал, посмотрел. Здесь же Мак. Ну, такого спейса, спейс-криэйтинга я давненько не видел. Чтобы команда, у которой вроде как по ситуации, ну не то чтобы преимущество, по Нетворсам равная игра, но в 5 на 5 по суровее смотрится вот конкретно в данный момент. Просто здесь есть риск того, что Operation зафармит себе какой-то Аганим. Ему, конечно, очень тяжело. Мидасик бы не помешал в такой ситуации. Линка должна быть. Да, нет, это Скади у Паши. Вот оно что. О, Паша, как ненадежно-то, как не саевовенько получилось. Скади, конечно, статы, это здорово. А если Финсгри, Паша, что будем делать? Плакать отчетят горе будем. С другой стороны, решение не такое плохое, потому что танка как не было, так и нет. И, ну, Эмбер Спирит со Скади, он действительно в этом патче неплохой винрейт имеет. Хоть какой-то танк абилити сейчас будет доступен. Более того, насколько я понимаю, Квин оф Пейн. Но я не знаю, что это. Это Хекс все-таки или Линка. Ну, судя по тому, как развиваются здесь игры, это реально Хекс. Потому что Линка тебе не помогает. Тебе помогает только, если ты попадаешь первым. Сколько бы у тебя защитных артефактов не было, если ты не нападаешь первым, а по Рейшн не закинуть ульт, тяжко. Поэтому будут нападать, возможно. Может быть, и Линкен. Посмотрим. Ну, в более поздней стадии игры, конечно, интереснее смотрится Хекс. А мы видим, что Лего изящно в лейт перетекают понемногу. Сейчас как бы им изящно не встрять на миде. Да, тут потому что уже Смейл с Юниверсом готовы, стягивается команда, так-так-так. А вот здесь все с Курьером пока войст. Это, кстати, может стать для него проблемой. Жадничают ЕГЭ. Ну, вот убейте Оперейшн, и все у вас будет хорошо. Да, вы никого другого не зацепите, но хоть какую-то уверенность в себе получите и накажете за вот такие вот танцы команду Вега. Они жадничают, они не хотят убивать одного Оперейшна, хотят зацепить кого-то еще. В итоге они просто выходят все вместе, и все, и не убили даже аппарата. А, при этом Паша опять подпушил. Паша там уже, да, вышки падают. Посмотрите, тавора нету снизу, тавора нету на миде практически уже. Так, чемпионы мира 2015. Что они хотят? Они хотят, я так понимаю, дождаться Рошана следующего, которая через минуту с небольшим появится. Гем, еще один покупают Вега. Ну, давно пора. Для Веги сейчас важнейшая, на самом деле, игра, потому что победить команду с кучей таких вот очень, скажем так, эмоциональных игроков может сработать. И могут заставить они ЕГе немножечко поругаться между собой. Это важно тоже. Это все мы люди, это как бы спорт. Ну, такое, такое. Опять же, вспоминаем групповую стадию. Первая карта ЕГе проигрывает, две берут. Против Virtus.pro тоже самое. Первую карту проигрывают, две берут. И что-то не похоже, что их на них как-то мораль давит. Ну, как бы раз не сработало, два не сработало. Может быть, на третий сработает. Нет, согласен с тем, что победить в первой карте против ЕГе, это гипер здорово. Это просто такой мотивационный подъем. Но для этого Веге нужно постараться. Вообще, судя по тому, что, ну, как бы у нас происходит, у нас две СНГ-команды. Одна очень боится Сикретов, другая очень боится ЕГе. Вега не очень боится ЕГе, она опасается Сикретов. Ну, и даже учитывая, что Сикреты все-таки фавориты, это признают все, но Вега приехали сюда, ну, вот прям не то, что как бы, как можно дальше пройти, а приехали сюда за топ-1. И никто этого не скрывает. Это правильно. Это самый хороший настрой. Ехать только за топ-1. Это Хекс. Мы их тут прочитали. Вот, мне интересно, то есть Вега все же, ну, потихонечку перекатываются вместе с ЕГа в лейт, а в этом лейте у Энштопаришну нет Медасы, и у него не будет анима. Это не самый хороший Энштопаришн. Драка пошла. Артизи получает кекс. Отличный форстап спасается. Артизи жмет БКБ вместе с Сумаилом. Рассказ, Квин оф Пейн уходит. Нужно цеплять хоть кого-то. Врывается Таск. Очень больно. Заходит два в кусты, но почему-то Артизи не пошел дальше. Побоялся. Соло Глиммер Кей повешен очень вовремя, выживает Соло. Шанс забрать ППД. Стан Фашу. Продавать надо ППД, просто убегать ребятам из ЕГ. Пытаются кто-то догнать Маг. Маг ускоряется на блинке. Кого-либо подловить не получается. Юниверс. Артизи уходит по речке. Можно, можно продолжать свою погоню. Маг. Спринт в откате и заходит на Рошана в отсутствие дазла. Ну что, в принципе, неплохо маневр. Очень классно в этом замесе Вега проигнорировали Свена. Как же они его кайтили. Свен за всю драку нанес только один удар. Это так мало. Причем МАКБ с ГТС. Инициация-то не получилось особо изначально. Там кого-то зацепили за Хекс или Артизи, но забрать его не смогли. И в итоге все равно, ну вот уже наступает та стадия, в этой доте она почему-то очень сильная. Вот такие герои с различными фрустафами, блинками, мобильные, они, ну так Вега проиграли Вичи, чтобы вы понимали. Здесь опять же какая-то ситуация, вроде герои у ЕГ сильные, а как-то вломить свой урон во врага не получается. Да, шустренькие такие перебегают, а Карапас именно подловили Эмберспирт. Есть подкоп, но Юниорс ловит Хекс. Есть на него также и Сайленд. Залетает Айс. Самый удачный образ, но Юниорс он накрыл и убил. За Сумаил тоже накинулись. Пытается поддиземить. Сумаил на развороте дает Юл. Там Терене Мартизи залетает. Мага пытается пробить. Маг падает с двух ударов. Ой, Эмберспирт, он может уходить отсюда. Сгрызли там тоже Квенов Пейн, потому что поймал там Сумаил, и в итоге минус два. Сёма, Сёма, Сёма! Ай-яй-яй, Сёма, куда же ты делал ТП? Слишком долго. В итоге теряет гем, но второй гем должен был у кого-то хотя бы оставаться. Да, также квапу стерли. Давайте посмотрим на Fight Recup. Ну, что-то да, что-то получилось слишком жестко. Квенов Пейн, Апарейшн и Слардара. На байбэк Никс Ассасина. Да, такая себе компенсация, прямо скажем. Неудачно, неудачно. Ну, вот в этот раз Артизи добрался до своих противников, и там слишком далеко залетали на Сумаила, который просто развернулся, дал прокаст. Тяжеловато его убивать, если вы накидываетесь там не втроём, например. Самое обидное, что Барак так и не снесли. Но в любом случае это была атака. Сыр Айгис сохранили. И несмотря на то, что... Ну, кстати, сохранили даже преимущество по золоту, по опыту. Сейчас главное не потерять Бараки, а за 37 секунд это можно сделать. Ну, Тир-2 пока смотрит. Ну, вот в ИГ, если бы сейчас пошли все вниз, имели бы реальные шансы. Артизи вот без ГДС. Пока на клифф развели уже, что, в принципе, неплохо для ИГ. 20 секунд есть, они могут попробовать. Могут попробовать. Баши наверху, Баши, кулдаун 6 секунд. Да, это... Да, это... Артизи начинает грызть этот Тир-3, нарезает, нарезает, а из глаз будет зимтать, и сейчас нужно бежать, ИГ. Сейчас нужно им просто уходить. Убегайте, потому что появится Вега-эскадрон, но они в преследовании атаку. Эберспирит уже здесь, Эберспирит уже будет готов давать чайны, чайны дает Фира. Фир колл-фит получает так же, пока в Глиммере, но это его явно не спасает. Это минус Фир, конечно же, Магу стремляется дальше, хочет подловить еще кого-то, вот он, вот он, Хорош! Аплифай повесил, есть пауэрспарти, в виде тоже будет падать минус 2. Ой, какие ЕГ несайвовые ребятки, остались немножко побить Тир-3, жадность сгубила двух героев. Ну, отдали двух саппортов, тем не менее, забирают, не потратили ни одного байбэка, что еще более важно. И потихонечку продолжается у нас эта игра. Легкое преимущество Веги по графикам, и самое жесткое то, что преимущество у них есть по Егису и Сыру. Сейчас отпушить все линии и заходить опять на эту нижнюю сторону, злополучную. Раз за раз, а сколько раз там, конечно, погибали уже Вега, это нижняя сторона. Аккуратно просто вот добить вот этот ранжовый барак, уже хоть что-то будет. Хочется, как-то держать одного героя, 4 героя позади, подбить барак, чтобы уйти на ремнацию, ну, такой вариант. Или, может быть, Попа это сделает сейчас. Действительно, будет намного проще играть, если нижняя линия будет подпушиваться сама по себе. И Вега это прекрасно понимает. Вроде бы нет двух героев и казалось бы идеальный момент. Но есть Глиф и успеют возродиться суппорты. Ну, байбэк. Байбэк на Дазли, разводят на него. У Паша все еще есть Айгис, поэтому может спокойно поглощать весь урон. Пашу прячут Снобол, Хардар, потрясающий стан по двоим, Сумаил! Нужно добивать Сумаил, а Сумаил минус, есть байбэк. Очень битый победит, хватает мага. Нечем сбить Фиро, Финс Гриф. В итоге подрежу. Есть стан Пашу. Паша Айгис с тем пор не потерян. Снимает тут с удара Артизи ему Айгис. Ну, сейчас нужно подловить как-то, ребята, из ЕГ. И, конечно же, паса иметь Вега. Залетает соло, пытался взять какой-то спейс из своего тиммейта. Паша дает фисты. Паша, Паша, Паша на Римнат и бежать, бежать всей командой. Назад у Артизи, продолжает покои, снова Римнат, он стал достает на цели. Есть таро Сумаил, и Паша нагрызает Паша Римнат. Есть еще один, дает фисты. Паша бежать до конца. Сумаил дал шиву, не достает уже ЕГ. ЕГ не уверен в том, что они смогут увидеть. Артизи на развороте можно. Залетает соло. Есть балл распанч. Артизи. Артизи страдает. Фисты Артизи. Артизи будет падать сейчас. Минус Артизи. Можно обить Барак. Можно обить Барак. Красавцы, какие красавцы. Вега, и как же Скади на Эмберспирите сейчас отработала. Артизи байбэк, а вот сейчас аккуратней. Отходите. Гем забирает у нас Кфир, боже мой. Какие же бешеные эти Бега. Жестко. Казалось бы, все там. Эмберспирит уже не спасти. Паша каким-то чудом выживает. И на развороте противника уничтожили. Вау. Вот это замес. Фантастика. И графики взмыли вверх. Просто вверх. Ну, очень много байбэков потратили. Паша на этот раз использовали и Сыр, и Аегис реализовали. Но Скади очень много дает Эмберспириту. Не будь у него Скади, он бы так долго не смог танковать. И сейчас покупает себе еще один Дэйдалу, скорее всего. Ты посмотри на таблицу байбэков. Никс, Дазл, Лина, Свен. Если кто-то из четырех героев умирает, это прямой доступ к базе. Просто в трон сразу. МКБ покупает. Да, кстати, хорошее решение. И Дазла, причем, вынудили байбэкнуться там буквально секунд за 10. Да, да, да. И вот сейчас смог правильно сделать Вегас Квадрон. Найти одного героя из тех, кто делал байбэк, а желательно Кора уничтожить и выиграть игру. Реальный шанс есть у Вегас Квадрон. Под смоками пробегают. Знают, примерно находится противник снизу. Видно Артизи. Вот она цель. Вот она цель. Залетает Кикса. Эмбер Спирит тоже рядышком. Мак. Писты. Артизи. В АКБ на развороте. Стан выдает. Слишком много дэм. Они подставились под проказ. Падает так же, что по рейсу минус 4. Трипл килл балл Артизи. Как они подставились под этот стад от Сумаил и от Свена. Фантастика. И на травелах. Сумаил перехватывает. И скорее всего не выживает у нас Лордар. Да, вынужден юзать БКБ. Через одну секунду будет Блинк. Уйдет, уйдет. Блинкается. За ним идет Бэйн и Рошан. Рошан появится через 2 минуты. Нету байбек. Самое страшное. Нет байбеков. Это самое страшное сейчас. Но это минус сторона. Хорошо, если минус одна сторона. Да, закупились. И так неудачно попали под стан. Поверили уже слишком сильно. Я могу сказать так. Фир – это тот, кто выиграл эту драку. Его слип вот эти на пару секунд. Он зарешал абсолютно вообще полностью. Вега вот при чистой победе в кармане была. Они ушли уже за этой самой победой. Но не очень неудачно драку. Тут тяжело сказать. Главное сейчас им слишком много не отдать. Отдадут одну сторону точно. Две, две как минимум. Две. Ну хорошо, что на третьей стоит Тир-2 вышка. Не отдадут три. Без двух сторон тяжело, но в такой стадии можно. Так, откатился Гриф. Сразу же его юзает. Пытается немножечко выиграть время. Залетает Айс Бласт. Ну и ЕГ отобили. То, что хотели. Добили они рейнджевой барак. А, не лишний барак по миду они добили. Да, и отходим. Ну денег было очень много заработано. Без двух сторон можно, конечно, воевать. И будут воевать ЕГ с Падрон. О никакой сдаче этой игры речи не идет. Но тяжело будет. Очень тяжело. Ну тяжко, да. Но ничего страшного. Никс покупает Аганим. Да, опять же, как бы преимущество сохраняется небольшой у Веги. Может быть даже сейчас обновятся графики. Отдали они много врагу. Но можно играть дальше. Уже не первый раз они отдают сопернику преимущество. Что с гемом? Гема опять нет, да? Да, два гема у ЕГ. И по магазине он появится. Ну есть, кстати говоря, в магазине. А можно еще раз купить. Бедняжка аппарат все деньги тратит на эти гема. Бедняжка аппарат, да. Не купил в свое время Мидас и теперь страдает. Как ему сейчас пригодился? Где можно его покупать? Ирод Фотос, рано или поздно уже появился. Да, Аганим хочется. Хочется в такой игре иметь Аганим. Ну, у ЕГ нету Дарксира. И поэтому, ну, таких вот, конечно, подарков им делать не стоит. Когда просто стоят два кора и получают урон. А два кора еще плюс кто-то еще был, да. Это было, это было дико. Рошан через минуту. У ЕГ все еще не будет байбеков. Поэтому здесь, ну, можно, можно веге бороться за этого Рошана. Аккуратненько. Проблема у них в том, что Вижена мало и дема нет. Там еще и Хекс появился у Лиды сейчас. Ой-ой-ой. ПКБ на байне. Но только на соло теперь надежда, что он каким-то образом собьет ультимейт байну. Я чувствую, Фир в этой игре еще не сказал своего последнего слова. Он делает, конечно, очень много. Но... Хотя он на байне, да, казалось бы. Такой герой непростой весьма. Но его слип, вот эта неуязвимость на секунду. Он дезориентирует, очень серьезно. За месяц. Ты вроде бы фокусишь, а нахоп, цель. Из-под фокуса пропадает на секунду. Просто ты тратишь с пылы, на которые рассчитывал. Ну ладно, посмотрим, что у нас здесь. Паша телепортируется под пушил топ. Хорошо сделал, потому что нужно отпушивать и мид, и центральную линию. Паша? И нижнюю линию. Паша это тот сейчас герой, чуть ли не единственный, который может спасти ситуацию. Вот я даже, наверное, попробовал рискнуть и предложить купить рапиру шестым слотом. Ну вот просто надеяться на шальные эфисты. Ну вот мы знаем, было очень много примеров в доте, когда шальные эфисты иногда помогают выиграть любой замес. Ну здесь, если да, если такая тенденция сохранится, может быть придется. Потому что линии постоянно пушатся. Я думаю, если упадет там третья сторона, то купит. Вряд ли купит даже в такой ситуации. Ну вот типа в том варианте, например, что сейчас ЕГЭ спокойно возьмут сыр Аегис, если вдруг Вега не смогут на нем повоевать. И вот уже сырым Аегисом ЕГЭ будут идти по топу. И вот будут деньги у Эмберспирта на байбэк или на рапиру. Вот тут нужно будет делать выбор. Нужно будет делать самый важный выбор в этой карте, наверное. Но пока-пока еще Рошан никто не пьет. Рошан уже появился. Ребята из Вега отпушивают нижнюю линию. Мид подполкнули ЕГЭ. Тяжеловатый Дега, потому что линия пушится в их сторону. Аберспирта квапы есть, байбэк из Лордара тоже на этот раз. Так что чуть больше имеют пока что. Но с другой стороны 37 секунд, и там и у Лины байбэк будет смог разбивать ЕГЭ. Летает курьерчик. Вижен дает. Ну тут же не первый раз там пролетает. Да, ну там и у Веги есть Сигиль. Обе команды знают, что есть Рошан. И обе знают, что есть Рошан. Артизи в смоке. Не палится пока. Вегает. И Вега примерно, представляете, находится Апань. Там аура Кираса на крипов, если внимательно смотрят, должны понимать. А поверьте мне, игроки смотрят на такие штуки. Уже там рассказывали парочку историй. Да, ну сейчас уже все видят. Опять байт на Артизи, на этот раз не купится. Потому что, ну посмотрите на эти позиции. Юниверс сидит вообще чёрт знает где. И пиди стоит очень далеко. Эмбер Спирит просто кушает мид. И это хорошее решение. А смотри, Артизи залетел и пошёл бить Рошану. Да. Сигель спалил Артизи. Спалил. Сразу же ТП-шит сюда Эмбер на нижнюю линию. И отошли сразу же. Шоу покупает ген. Ну такое стояние, да, не драка, не убийство Рошана, но целиком полностью за ЕГЭ. Потому что беги неприятны. Беги приходят всё время возвращаться на базу и отпушивать. Ну благо есть Эмбер, который может это делать и возвращаться в драку. Ну вообще да. Вообще из-за того, что постоянная линия пушится. Ещё я так скажу хорошо, что нижняя. Потому что можно стоять и вот так вот пушить и при этом всё равно контролировать Рошана. На верхней линии, в сожалению, таких опций нет. Да, есть такой момент. Артур опять на Рошане, про которого нам фильм тут показывали. Ну в смысле про Артура, конечно, а не про Рошана. Запирают его там, но никто не полезет, естественно, на этого парня. Так откровенно нагло байт. Как-то раскайтить на вот БКБшке. Ну да, провоцируют. Ну а что ещё делать? ЕГЭ хотят забрать Рошана, но нереально. Ну нужна какая-то драка Дора, Рошан, судя по всему, Варкрайкер, да, это пошли в чужие владения. Айшард, БКБ сразу, пожалуйста, мою. Моголи хорошо. Вот это хорошо. А БКБ 5-секундное, там по большому счёту всё ровно. Байбайки появились уже в большей части у ЕГЭ. Ну, важный герой, упор герой. Ну здесь за 5 секунд происходит так много, что Артизи цепляют его, тоже разводят на БКБ. БКБ сжать нельзя. Кекс, нужно спасать Пашу, в итоге врыв. Отличный стан от Мага. Да, врывается Свен, начинает бить Пашу, Пашу минус. Есть байбэк. Рассказ от Кюнов Фэй. Будет ли байбэкаться Паша? Да, байбэкается. Туск всё ещё в драке. Минусует Лину. Карапасы очень хорошие от Никса. Никс сидит в песке, даёт стан по двоим. И, боже мой, Паша, живи! Два раза подряд подставляться под один стан Свена. Это Тускар вместе с Пашей на Эмберспирит. Ну как так? Вот в одной драке. Ну что ж такое? Тускар в итоге сейвит сноуболом не может. Потому что Эмберспирит падает. Ну вот неудачные позиционирования тебя в замесах. Уже третий раз подряд. Ну ужасно. КГВП. Первая карта за ЭГ. Да. Как же тяжело на Эмберспириту. Ну и Юниверс сыграл здорово. Хороший станчик выдал. Ну игра хорошая. 60 минут 36 секунд пролетели. Ну хорош темп был действительно. Там столько переворотов, столько разворотов, столько драк красивых. Но это было удивительное зрелище. Вот показывают на Geniuses. Хочу сказать, чтобы они сильно рады. Всё-таки пришлось немножко поднапр...